Деньги или набор социальных услуг, выбор формы государственной поддержки остается за гражданином, имеющим право на льготу. Принять определяющее решение следовало до 1 октября 2020 года. Подробнее о назначении льготных компенсаций в нашем следующем сюжете, который выходит в рамках реализации проекта «Юридические тонкости». Короткое сокращение ЕДВ обозначает одну из социальных льгот федерального уровня. Ежемесячная денежная выплата – это компенсация натуральных льгот. Установленных законом с 1 января 2005 года. Социальное пособие разработано для незащищенных слоев населения в виде надбавки за социальный статус или заслуги. Право на ЕДВ имеют более 45 категорий граждан, в их числе ветераны войны и боевых действий, члены их семей, блокадники, инвалиды всех групп, граждане, пострадавшие от воздействия радиации при техногенных катастрофах. Ежемесячная выплата производится из средств федерального бюджета через территориальные органы пенсионного фонда. О размерах, как правило, спрашивают, каковы размеры выплат. Здесь все зависит от той категории, по которой человек будет получать ежемесячную денежную выплату. Поэтому ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата. Информация об этом распространяется через средства массовой информации. В следующем году, 2021, 1 февраля, будет индексироваться данная выплата. Ну а тот процент, который будет озвучен, на тот процент и будет произведена в автоматизированном режиме. Перерасчеты, необходимости подавать заявление по перерасчету нет. Получатели ежемесячной денежной выплаты имеют право на еще один вид государственной помощи – набор социальных услуг. Льгота доступна тем же категориям граждан и включает в себя несколько направлений реализации. Это бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте. Это электрички. Это бесплатное лекарственное обеспечение. Те рецепты, которые вам выписывает доктор, за счет набора социальных услуг вы их получаете. Это помощь детям-инвалидам в специализированном питании. И еще один параметр – это санаторно-курортное лечение. Для того, чтобы его получить, необходимо обратиться в фонд социального страхования. И там на основании вашей реабилитационной карты, либо показаний, которые дает вам ваш лечащий врач, фонд социального страхования обязан обеспечить вас путевкой в зависимости от ваших потребностей и наличия этих путевок. Граждане вправе отказаться от получения всего набора социальных услуг, либо от отдельной его части и заменить их на денежный эквивалент. Для этого они должны подать в территориальный орган пенсионного фонда по месту получения ежемесячной денежной выплаты заявлением. Сделать осознанный выбор необходимо до 1 октября текущего года. Когда вы получаете инвалидность, либо получаете некую льготу в виде выплат, ежемесячной денежной выплаты, сразу набор социальных услуг идет, выплачивается, вернее, предоставляется в натуральном виде. То есть услугами, не деньгами. Для того, чтобы получить денежное выражение набора социальных услуг, мы должны с вами написать заявление. Заявление подается, еще раз повторяю, до 1 октября текущего года, чтобы с 1 января следующего года мы предоставили услугу в том виде, в котором вы ее определили. При выборе денежной компенсации льготнику следует помнить, что выплата устанавливается лишь по одному основанию, как правило, более высокого размера. Исключений составляют чернобыльцы и приравненные к ним категории граждан. Для них ежемесячная денежная выплата может назначаться одновременно по двум основаниям. В любом случае, решение, деньги или набор социальных услуг остается за человеком, имеющим право на привилегии.